Баскет-тату Всем привет, с вами Елена Баски Мы находимся на московском тату-фестивале Сейчас мы будем докапываться До обычного рядового зрителя Короче, сколько он ее делал Кто его мастер, сколько она стоила А все это мы делаем для вас Для того, чтобы вы хоть как-то понимали Как вообще можно представить цену татуировок Как тебя зовут? Антон Расскажи про свои татуировки, у тебя их много У вас шея по сколько по часам было? Там по сеансам было Ну сеансов, наверное, пять Тоже делал Хатабыч? Нет, это делал Астрариум Астрариум? Ну да, и эту руку тоже Да ладно, ну-ка, раздевай повыше Астр очень старый мастер Он, мне кажется, сейчас уже давно что-то Пропал из видимости Сколько вы делали руку от Астры? Ну сеансов 10, наверное Сколько по времени это было по часам? По 4-5 часов? Слушай, ну, наверное, часов по 5, да Как по стоимости договаривались? Ну, я не знаю Ну, наверное, сотен, 150 было, наверное, кусков где-то Привет, как тебя зовут? Привет, я Дима Кто? Вот это твоя, моя любимая ляжка левая твоя И да, я была в судьях там, короче, на конвенции прошлой И очень сильно на нее обратила внимание Расскажи, что за мастер делал? Делал из Петербурга Денис Фетисов, японист, работает в Японии И у нас это был очень сложный коверап, перекрытие Была ценная татуировка, но мы ее практически закрыли Осталась там какая-то небольшая коррекция, которую мы оставили на весну Сколько по времени она делалась? Блин, ну мы ее делали сеансы 4 точно, потому что, ну, коверапы, я думаю, понимаешь Да, естественно, коверапы всегда длиннее делаются, дольше Сколько по времени каждый сеанс? Ну, где-то 4-5 часов, точно И вопрос в стиле Дудя сколько стоило? 60 Как тебя зовут? Меня зовут Давлядов Роман Я смотрю, у тебя здесь есть от Виталия Коморозова, видимо Расскажи, как вы выбирали эскиз? Как я выбирал эскиз? Это эскиз сделан с фотографией моей супруги Вот, но он уже так не работает Он только по своим По своим Я знаю, что часто он отказывается делать блондинок Он всех перекрашивает в темный, потому что контраст Сколько по времени вы ее делали? Так, вот это по времени около 6 часов, если память не подводит А как давно? 5-6 лет назад Сколько она стоила? Если память не подводит, 16 тысяч Раздевайся, что там? О, круто Расскажи, как вы делали, кто мастер, сколько времени? Спину делали мы около 5 лет, у нас ушло Да, 5 лет в общей сложности Мастер Энакин, такой крутой чувак Вот Ну, я с ним познакомился как-то на Арбате И решил у него забивать спину Поскольку мне нравилось его видение Японии именно Я назвал это Новая Япония А потом появился стиль Новая Япония Вот То, что он добавлял объема И чуть-чуть по-другому это все делал Вот Сперва мы сделали Контуры начинали делать После чего Переезды у Сани Мы открываем салон Потом дача Сани строит А сколько примерно по часам? По часам? Ну, каждый раз я часов по 5-6 терпел Ну, там 20 сеансов или сколько примерно? Мне кажется, больше даже Мне кажется Хорошо Почему? Потому что Как у любого творческого человека Да Меняется, бывает вкус И восприятие Визуализации То есть, когда там Мастер растет Предположим Тем более 5 лет прошло А? Не, не сразу 5 лет То есть, мы там У нас был интервал Где-то полгода Да, один самый большой Вот А так получается Он начал делать с одним видением Восприятие Потом ему перенравилось И мы перекатывали все заново И провокационный вопрос Сколько это стоило денег? Ой, у нас там Саня Были там свои договоренности Я не считал Начались одни И потом другие Так Потому что Мастер растет Цена растет И меняется И если вы начинаете забивать спину То, конечно, лучше не делать длинные перерывы Потому что, да Потому что цена может измениться Знаете, я вот такой вот вопрос Касательно, сколько стоит Не очень люблю татуировки Почему? Потому что люди часто вырывают из контекста Да? Когда, допустим, вот по телевидению показывают Да, татуировка обошлась в 300 тысяч А то, что эта татуировка делалась 5 лет Если разбить 300 тысяч на 5 лет Это она стоит ни о чем Данила Расскажи про свои татуировки Они все мои Они все сливаются уже постепенно в одну Правильно я понимаю? Расскажи о какой-нибудь самой яркой Я смотрю, вот у тебя, наверное Самая свежая Мы ее берегем пока Свежая и пикантная Расскажи, что за мастер Олег Коломеец Он откуда? Родом из Северодонецка, из Украины Сейчас работает в Москве Сколько вы по времени делали? Ой, я не помню Два или три сеанса, по-моему А сколько часов? Так вообще вот и шея Раздевайся уже, сколько можно, правильно? Вот То есть это вместе с шеей, да? Давай про нее по-воспрашиваю Сколько вы по времени делали? Четыре Я не помню Пять сеансов, по-моему Ты же мучился Пять сеансов, по-моему Сколько часов? Ой, я не знаю Мы не считали Просто счастливые Часов не наблюдают По шесть, наверное Мы занимали второе место в Колоре На Питерской конвенции Позапрошлом году Круто Сколько денег? Это секрет Привет, как тебя зовут? Привет, меня Юля зовут Юля, я уже слышала, что у тебя на спине Она красивая татуировка Давай Мы готовы Потому что я смотрю, все показывают А я тоже так могу Только спрашивают мальчиков Показывают Девочки, наверное, сегодня все скромные Ну ты просто первая девочка Такая красивая, кто нам попался Из-за кого мы захотели раздеть? Я просто своим мужчиной Поэтому могу себе позволить раздеться Все, мужчина уже готов отбивать Поклонников Как красиво Так, хорошо Вован, снимай Тут у нас есть каверап, судя по всему Тут у нас еще была когда-то татуировка А потом мы решили делать японскую спину Правильно я все рассекретила? Давай мы тебя выспросим про японскую часть Что за мастер? Потому что хорошая татуировка Выглядит хорошо Это мастер из Москвы Александр Кушнаренко Он на самом деле Достаточно такой Аутсайдерский И Самобытный мастер Который не участвует Ни на каких конференциях Интроверт Да, интроверт Это А мы его выдвинем, знаешь ли Мы еще и хэштег какой-нибудь поставим Да, у меня нашел сам Это та самая ситуация Когда не ты ищешь мастера А мастер находит тебя И Говорит, что у тебя такая прекрасная спина Пожалуйста Вот Давай Отдашь ее мне Но только денег мне еще заплати А какой хитрый ход Сколько вы делали по временям? До куда она у тебя? Ниже попы? Она Да, ниже попы Почти что до колена сзади Полноценная Потому что уже лопатки были заняты А хотелось прям полноцвет сделать Полноценный Поэтому пришлось на попу Это все продлевать Но я не пожалела Но это очень было больно Мы потратили на это два года С перерывами, с большими Надо было собраться с духом С деньгами, с большими Да, со всей историей Сколько по часов примерно? В общем, я сбилась На восьмом сеансе Мы перестали считать Потому что последний сеанс Который я помню, восьмой Дальше Все как в тумане И уже борщом забиваешь пирожок Это было ужасно Это было честно ужасно Но оно того стоило Хорошо, деньги? Сколько? Вот у меня машинка есть Машинка, блин Это в процессе, это прям все свеженькое, вот прям только-только. Это мастер твоего молодого человека, я так подозреваю? Да, у нас семейный мастер просто, поэтому... А вы его подкармливаете плюшками? Я пеку блинчики. Все, молодец, а то я подумала, что в рамках конвенции плюшки могут быть неправильно поняты. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Маша. Машенька, расскажи нам про свой вообще потрясающий рукав. Кто мастер, сколько делали? Мастер мой очень хороший друг, собственно, история этого рукава. Я пришла делать грудь, мы сделали эскиз, я прихожу, и он говорит, а у тебя сиськи больше, чем я думала, надо переделать. Тот самый неловкий момент? Нужно переделать. Я говорю, ну, хорошо, давай. Он такой, ну, ща, я что-нибудь придумаю. У меня высокий болевой порог, я засыпаю, просыпаюсь, а мне уже на руку что-то клеится. Я говорю, а что такое? Он такой, ну, ты же хотела рука, все рука будем делать. Офигенно, как мастера зовут? Мастера зовут Ваня. Ваня Ванин. Хорошо, тогда сколько это стоило? Я лучше не буду называть эту сумму, потому что это безбожно мало. Сколько вы по времени делали? Дело в том, что когда мы начали его, Ваня еще был в Москве, а потом он переехал в Краснодар, и в итоге у нас все это затянулось. То есть стабильно раз в месяц я к нему ездила, но на один-два дня, в связи с тем, что там у него было просто валом клиентов, да и в целом он довольно-таки заметной человек. Ну, примерно по часам. А, по часам, ну, здесь сеансов 6-7, наверное. Часа по 4, правильно? Нет, до Талова. Я просто ложусь спать, просыпаюсь, и на мне что-то напитано. Везучий человек. Желаем всем такого терпения. Спасибо тебе большое. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Алена. Алена, мы пришли снимать твои татуировки. Расскажи нам про них. Что рассказать? Что вообще у тебя есть? Вот у тебя есть рукав. Как вы его делали? Вы его сразу заранее продумывали? Нет. Все спонтанно. Было время у мастера, и вы делали? Мастер мне просто скидывает картинку и говорит, не обращай внимания, я просто накидываю. Я знаю, где она будет. Ну, вот в таком плане. Хорошо, а что касается ноги? Ну, мы не доделали, но мы еще делаем. То есть она вот отсюда, в общем, идет. Вот, вот, там много незакрашенных мест, вот эти места. Я поняла. Сколько вы делали рукав по времени? Рукав где-то, наверное, месяца 4-5. А по часам примерно? Ну, каждый сеанс не меньше 10 часов. А сеансов? Пять. Пять сеансов. Сколько это было по деньгам? Я, если честно, даже сейчас не помню. Хорошо. Тогда расскажи нам про вот эту татуировку. Сколько она была по времени сделана? Ей месяц. Сколько часов? Часов 8, наверное. А стоимость тут и должна помнить? Нет, не скажу. А ежик это расскажи. Ежик? Ежик был сделан на... На сдачу? В прошлом году. Мне просто захотелось что-то сделать. Вот это один большой сеанс. Это 11 тысяч рублей. Все, спасибо. Откуда мастер? Город Ковров. Зовут? Алексей Ульянов. Как тебя зовут? Настя. Настя, расскажи нам про свой офигенно яркий крутой рукав. Кто мастер? Никита Наума в студии Hetafell7. У него всегда очень узнаваемый стиль, поэтому, мне кажется, издалека можно было увидеть. Как долго... Ой, как давно вы закончили? Месяц назад. Сколько вы делали по времени часов? Ну, у меня было шесть сеансов, примерно по пять-шесть часов. Сколько по времени это все растянулось в месяцах, например? Полгода. Полгода. Как вы компоновали все это? То есть вы сразу продумали весь рукав или решили сначала делать вверх, потом вниз? Хочу динозавриков. И я получила динозавриков и самураев. Хорошо, классно. Сколько это стоило по деньгам? Порядка шестидесяти тысяч. Мы хотим выспросить про рукава у прекрасного молодого человека. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Кто вам делал? Максим Журавлев из Воронежа. Макс тринадцатый тоже сразу видно издалека, особенно вот по этой части, мне кажется, очень узнаваемо. Оба рукава, оба он, оба с нуля, правильно? Нет, нет, вот этот он, мы перерабатывали часть на этом рукаве. Ага, тоже видно, да, чуть-чуть разница. Вот эта часть была, и еще серп тут. На животе. А здесь, да, сюда? На здесь, получается, вот. Это негур? Да. Негур тоже узнаю по походке называется. Колаборация будет. Так, ну рассказывайте, давайте сначала про рукава. Сколько по времени делались два рукава? Первый, наверное, сеансов пять, наверное, занял. Ну, если не считать начало, которое делал не Макс, потому что мы все это перерабатывали, потом перебивали по новой все, каждый миллиметр. Наверное, сеансов пять занял. Первый рукав и второй примерно... По сколько часов? По пять, по шесть, по-разному получалось. Ну, средний, наверное, пять, шесть, да. И второй, ну, сеансов шесть, наверное, тоже, я думаю. Что по деньгам? Не скажу. Коммерческая тайна. Вы боитесь большой цены или маленькой? А это надо Макса спрашивать. Я, честно говоря, пытался посчитать и так и не понял, сколько там получается в сумме. То есть вы оценивали по сеансной или по часовая плата? По часовая, да. А, ну просто когда сбились со счета, уже сложно оценить. Или что с животом? С животом. Почему негур? Почему именно такой мотив? Ну, просто захотелось реализма добавить, органического, причем, ну, потому что в картинке как-то не очень получается у меня, не вижу смысла какие-то изображения делать, поэтому вкладывать в них какой-то смысл, поэтому как бы орнаменты и органика, как мне показалось, будут прикольно сочетаться. И когда мы закончим, как бы это будет готовая большая работа. Сколько вы делали по времени? Пузо мы делали, блин, я Степу прямо подводил, я визжал как... Сучка? Как сучка, да. Визжал как сучка, требовал ТКТХ, но как бы он меня отказывал постоянно в этом. Купочек больно делал? Да, сеанс 4, по-моему, или 3, я не помню точно. По деньгам? Тогда был сеанс, по-моему, Степа 30-ка, если я не ошибаюсь. А сколько по времени часов был сеанс? Часа по 4, наверное. Ну что, у нас та самая рука от Сергея Мердока и прекрасной Оля Толи. Вы спрашиваю, как вы рисовали руку? Рисовали полностью фрихендом. Один раз нечаянно стерли. И потом случайно дорисовывали? Ну нет, не случайно, все очень продумано. На самом деле было, заложили определенный смысл, как положено. Рисовали дольше, чем делали. Сколько по времени делали? Пару часов, наверное. Непосредственно рисовали полдня. Это классика. Что, как вы по деньгам договаривались? Что, как? По деньгам как договаривались. Потому что, ну, эта тусовка татуировщиков немножко всегда по-другому складывает цену. Да, поэтому немножко по-другому и договаривались. Привет, как тебя зовут? Привет, Саша. Саша, я смотрю, у тебя тут реалистичные есть работки. Расскажи, сколько вы их делали по времени и как зовут твоего мастера? Мастера зовут Вадим Симоненко. Делали по времени вот эту работу на фесте в Новосибирске. Делали где-то 7 часов. А вторую? Эту делали в несколько заходов. Была небольшая коррекция. Тоже где-то 6 часов потом. Вот это в два захода потом делали. Лицо снимать же тоже надо, Вован. Ты удивишься, но надо. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Катя. Катя, у тебя две классные ножульки. Расскажи нам про них. Откуда ты взяла мотив своей татуировки? Это гравюры Дюрера вообще изначально. И одна из них символизирует мой герб, потому что там смесь в стиле. Другая просто именно гравюра меланхолия. Меланхолия самая, мне кажется, знаменитая гравюра. Сколько вы делали по времени? Ну, примерно часов 8. Ну, в принципе, за один сентябрь. Каждую или две вместе? Ну, каждую, получается, по деньгам. Что по деньгам? Ну, 8 сеансов. Ну, то есть, ну, 8. Плюс там все равно по дружбе немного, поэтому... Дружба с татуировщиками очень выгодная вещь. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Лида. Лида, расскажи мне про свои прекрасные, симпатичные татуировочки. Что твой мастер? Мой мастер, любимый мастер мой Евгений Мелл. Вот он делал мне рукав. Признание в любви. Да, это, уважаю его, очень люблю. Вот мастер сидит, усач. Муж мой. А, муж! То есть, его усики как раз пробовав свои трусики и были. Да, да. Все удачно срослось. Расскажи, как формировался рукав? Просто я очень люблю всякую морскую живность. И началось все с нарвала. Это игра слов, нарвал цветов. Вот он тут. Симпатично. Да. А потом я сказала, хочу еще вот это, вот это. И как-то сформировался рукав, и добавили просто к нему тени, и все. А это маленькие скатики, я так понимаю? Да. У меня это, кстати, парная трубка с моей мамой. У нее точно такие же. Он улыбается. Да, он улыбается. Я, кстати, скормила скатов в Сан-Диего. Это лучшее ощущение, которое у меня было в жизни. Он ел с моей руки. Вот так делал. Это просто великолепно. Я хочу, чтобы хвалиться, но видите, у меня тут новое. Это Дима Пёрпл Дик делал. А, Пёрпл Дик вообще аж слепит просто яркозной. Она не заживает пока новая. Расскажи, что по времени заняла вот эта татуировка, и как вообще с рукавом дела обстоят? Эту татуировку по времени мы делали часов, наверное, шесть. Вообще, это было довольно, ну, больно, но Дима очень кропотливо просто работает. И еще сейчас затянута пленкой, насколько я понимаю. Да, на пленке уже заживает. Что по деньгам? Так как мы все работаем в одной студии, я вместе с ними тоже что-то мастер, так что я не буду говорить там по цене. Для меня был другой ценник. Понятно. Мы тут вообще у всех спрашиваем, и все друзья друзей, блин, и вообще непонятно, как людям объяснить, как цена на татуировку формируется. Таня, расскажи нам про свои татуировки. Например, вот нога у нас. Я вижу, это реализм. Да, это реализм, это Джеймс Хэтфилл, солист Металлики. Еще когда был молод? Да. Вы ему чуть-чуть разгладили морщины. Нет, ему здесь тридцаточка, наверное. Самый сочный возраст. Да, 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 самый сочный. Так, а кто твой мастер? Мой мастер Стас Мок, он из Раменского. Мы били эту работу на татуики. Сколько по времени? Где-то в районе шести часов номинировались на Best Today, да. К сожалению, ничего не заняли, но папочка вышел хорош. Понятно. Расскажи, как вы договаривались о цене? Это же конкурсная работа, наверное, спецусловия, я так подозреваю. Мне бесплатно. За красивые глаза. Винегретом. Ты поклонник черно-белых, правильно, татуировки, я смотрю? Я смотрю белой кожей. Вообще идеально. Если вы белокожий человек, делайте черно-белые татуировки, это будет идеально. Здравствуйте, мы пришли к вам приставать. А я вас на ютубе видела. Вот вы себя посмотрите теперь на ютубе тоже. Здравствуйте. Как вас зовут? Не стесняйтесь. Алина. Мы пришли, вы спрашиваете у вас про ваши татуировки. Они очень классные и видно издалека, что это хороший, качественный мастер. Кто ваш мастер? У меня три мастера на цели. Это Греча. Это Греча, да, внешняя часть? А внутренняя часть? Тоже он. Так. Это Жан-Поль Марат из Казани. Я его фанат. Я буду сегодня... Наставляться. Наставляться, да. Расскажи, сколько вы во времени делали вот эту работу? Месяц назад. Сколько по часам? Семь где-то вот так. Как вы договаривались по цене? Я приезжала в Казань и, ну, почасовая оплата была. Сколько вышло? По-моему, в районе 18 тысяч, где-то так. Круто. Что с рукой? Сколько по времени и сколько по деньгам? 4 и 5. Они в разное время были сделаны. Это 25 и 5 за эскиз. Это так же. Ну, то есть они одинаковые. У меня есть коробка от Родриго. Родриго! Родриго самый кокетливый мастер в мире, мне кажется. Да, я плохо говорю по-английски, поэтому мы с ним так... Перемиргивались. Сколько по времени? Он очень быстро, за 4 часа сделал вместе с эскизом на теле. И стоила она, по-моему, дороже всех татуировок. Ну, извините-то, он парень живет у нас то ли в Лондоне, да, где-то. У них там ценник вообще в разы дороже, чем в Москве, поэтому ему надо выстраивать. Вы делали в рамке конвенции? Нет. А сколько вообще примерно по стоимости это было? 32 тысячи 33, вот так. Я не помню, я просто платила не рублями. Обнулились. Привет, как тебя зовут? Александр Сода. Тоже, кстати, немалоизвестный мастер. Расскажи, пожалуйста, про свою вот эту татуировку, которая аж привлекает взгляд с расстояния 5 метров. Эту татуировку сделал мой товарищ, хороший друг, Фларик. Вот он сидит рядом как раз. Концептуальная татуировка. Здесь изображено горы, море, воздух, звезды, в общем, весь мир. Как физический, так и духовный. Все в одной татуировке. Сколько вы делали по времени? Сколько мы по времени делали? В целом, наверное, часа 3 вышло. Как вы рисовали? А вот эта рука, это тоже в комплекте шла? Да, но мы ее не доделали еще. Как вы договаривались по деньгам? Полюбовно. То есть вам он тоже что-то делал? Он мне делал массаж. А вот это уже интереснее дело пошло. Так, какие у нас есть еще татуировки за массаж? Я не могу ее показать. Тоже он мне ее делал, но она очень интимная. Так, это же самое интересное. Вы уже раздели троих. Ну, показывать нужно. Мы где находимся-то? Я обычно так не делаю. Давай, Господи, помоли. Вот узор, правильно? Да, да, да. А как вы его рисовали и сколько по времени это было? Вот по времени тоже 3 часа делали. Тоже за массаж? Да. Боюсь спросить. Да, да, я офигенно делаю массаж. Что у нас есть еще интересненького из татуировок? Чем можно похвастаться? Какая секси-русалка, обратите внимание. Секси-русалка, да. Она молчит, дает и все правильно. Смотрит своим дерзким взглядом. Да, до сказок Андерсона моряки делали именно таких русалок. То есть это после сказок Андерсона начали делать таких идеальных принцесс с хвостами рыбы. Нет, это просто женщины перерисовали, чтобы не давать ей много говорить. Сколько по времени вы ее делали? Часа полтора. Что за мастер? Данила мастер, Данила Шумков. Я смотрю, видимо, табачен, судя по конторам, которые отпечатываются аж на костях. Да, табачен, табачен. Ну, это было не больно, кстати. Просто контора чуть-чуть со временем подплыли. Удивительно, что со временем. Как вас занесло в портрет? Портрет. А это мой друг делал, моего деда. То есть это была первая татуировка или ее концептуально вписывали? На руке, да. На руке была первая татуировка. Человек, который породил фразу «пик пиздеца» стоит перед нами. Как тебя зовут? Меня зовут Михаил Чернозем. Так, Михаил, расскажи про свои татуировки. С одной стороны бешеный реализм, с другой стороны бешеный антиреализм. Ты выбрал просто такие разноплановые работы? Да все по хайпу, на самом деле. Или как-то по фану говорится. Там я не понимаю в сленге ничего в современном. Это произошло тоже спонтанно совершенно. В общем, мы тогда работали с одним парнем в студии. Его зовут Виктор Кеатров. Сейчас он работает в Петербурге, в студии «Бэкстейдж». Совершенно неважно, где он работает. В общем, он делает нью-скул такой, крутые какие-то мультяшные штуки, проекты. И, в общем, на тот момент он рисовал Владу-Бладу стикеры для машин. Ну, для рассылки там, для всего этого стикер-пака, который входит в комплект. И тем, кто покупает оборудование у Влада-Блада. Влад-Блад, жрать-брать. И я ему как бы попросил его сколоть мне эту машинку. Ну, одну из этих машинок, просто мне понравилось. Сколько вы ее делали по времени? Семь часов. Он меня спросил, в каких цветах я хочу это видеть. Я ему сказал, что какие-то рептилоидные должны быть и так далее. Как вы договаривались по цене? Никак не договаривались. Он мне говорит, все, братан, с тебе пятнашка. Я говорю, хорошо. И дело пошло. Сколько ей лет? Сколько? Два года ей. А что вот с человеком справа? 20-й год. Это в том же году, но попозже. Это голова Давида. Ну, реализм как бы. Почему так ярко? Реализм же вялый. Кто сказал? Ну, есть такое? Веловат. Не знаю, кто такое сказал. Реализм достаточно крутой стиль. Если мастер, как бы, выгребает, ну, в академическом рисунке и так далее, соображает, где контрастнее, сделает там белые участки, черные и так далее, чтобы она через года, ну, как бы, сохранилась и имела тот же вид. Что по деньгам? По деньгам то же самое, что и у Виктора. Раскололи меньше, допустим, за два часа она мне вколотила. Да, многие удивляются, что держится так белый цвет, но, как бы... И ржеват. Давай будем честны, да. Привет, как тебя зовут? Наташа. Наташа. Я смотрю, на меня тоже смотрит Гарри. Точнее, он не на меня смотрит, а чуть-чуть вбок. Расскажи нам про свой рукав. Кто твой мастер? Мастер Андрей Колбасин. Этому рукаву уже где-то два года. Колбасин один из тех редких мастеров-реалистов, кто сам умеет рисовать. Как ты его выбрала? Так получилось. Судьба свела. Ветерок тебя задул в салон. Ну, типа того, да. Почему Гарри? Обожаю вселенную Гарри Поттера. Люблю книги, люблю фильмы. Это прям мой любимый персонаж. Также, как бы, видно Добби. Добби здесь есть. Северус. Северус очень. Сириус Блэк. Расскажи, сколько вы делали его по времени? Шесть сеансов. А сколько часов? С утра до следующего утра. То есть, прям на сутки шло время? Я при плече, как бы, с утра до вечера делали, через день получается. А плечо и все остальное уже вот с утра и до... То есть, ты истерпелива? Да. Красотка. Расскажи, что по деньгам вышло? Не буду говорить. Не бойся, мы пропагандируем то, что татуировка должна быть оплачена. Мой канал для обычных людей, которые не понимают, почему татуировки вообще стоят каких-то денег. Че, тебе сложно, шли, татуху набить? Поэтому, если есть возможность, мы, как бы, озвучиваем сумму. Ну, как бы, не могу. Ну, от и до. Давай прям большой разброс возьмем. Ну, что не за три тысячи рублей ты сделала? Больше, конечно. Выставляете сегодня? Да, уже выставились в реализме. В общем, мы подвыспросили уже поподробнее. Получается, один сеанс по желаниям клиента стоит сто тысяч. Сеанс по желанию самого мастера – пятьдесят. В принципе, многие так работают. То есть, если мастер полностью реализовывает то, что он хочет, он снижает цену. Зато вы сделали и ходите красивые раз и навсегда. У нас наступает слезливый момент, потому что как-то я рассказывала про свою первую татуировку. Это был логотип звукозаписывающей компании и группы, которую я тогда слушала. Ну, я и сейчас их слушаю, но не в таком, конечно, объеме. Пожалуйста, хэтчетмен. Он у меня был на вот здесь вот внизу пупка. Мы вот эти вот жетоны вырезали из консервных банок, ребята. И поэтому у меня сейчас такая ностальгия. Я вообще капец сейчас расплачусь. Расскажи, сколько вы по времени делали эту татуировку и кто твой мастер? Мой мастер – это Елизавета Веснушка из города Подольска. Делали мы эту татуировку, ну, где-то в районе, наверное, часа три. Где-то вот так. Что по деньгам? Ой, по деньгам. Это… Я даже не знаю. Я не помню, не могу сказать. Как давно ты джагл? Ой, с 2006-го. Я плотно в этой культуре. А до 2006-го – это, соответственно, познание только. Только шли. Я только узнал… То есть, не из тех, кто разочаровался в альбоме Шан Грила, когда он вышел? Нет, я вообще больше по Твистит, если честно. Твистит, да, мои тоже любимые. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда, я прям приметила тоже ваш классный рукав издалека. Расскажите, как вы решили его делать. Расскажите, кто ваш мастер, сколько вы по времени его делали? Это я делала в октябре прошлого года на фестивале. Мастер Никита Суставов из Омска, студия «Тату-лидер». Вот, я с ним списалась. А как вы его выбрали? Я давно его заметила. Я в ВК слежу за, так сказать, этой темой. Она мне очень интересна. Я его заметила. У него очень индивидуальный стиль заметный. Он мне очень нравится. И когда я увидела информацию, что он будет на фестивале, ищет модель, я ему сразу написала. Мы сделали это 6,5 часов на фестивале. То есть за раз? Да, один раз, да. Здорово. А как вы определяли цену? Мастер определял. Я имею в виду почасовая оплата или он сразу как-то назвал? Нет, сразу за работу. Привет, как вас зовут? Света. Света, я вот, вы так сейчас скромненько стоите, а когда открываете ногу, там все очень красиво. У меня на все татуировки делает один мастер, вот он стоит. А, это я, да. Да. Это Кори Тейлор. Так. Кори Тейлор. Какая-то чумачечья мороженая. Это свеженькая вот нирванка. Сколько вы ее делали по времени? Они почти все сделаны где-то 2-3 часа. Вот эти маленькие, которые. Как вы выбираете мотивы? Это 25 лет было, короче, группа Нирвана, Курту Кобейну было 25 лет со дня гибели. И мы сделали вот эту вот работу. А, это пультик, падал прошлогодний снег. Сколько вы его делали по времени? Часа полтора, наверное, 2. Эй, вот, большая. Представлялись сегодня. В номинации не утрат, я так подозреваю? Это нет, это Алдуха, примерно делалось около 10 часов. Ну, рассказывай. Я, на самом деле, приметила издалека, ну, рост, там, плечи, это понятно. Но и те самые татуировки от Александра Грима, которые я себе очень сильно хотела. Но судьба, к сожалению, пока ко мне не была настолько милостива. Поэтому будем спрашивать. Как тебя зовут? Меня зовут Илья. Илья, расскажи про свои татуировки. Я уже сразу предлагаю тебе раздеться и не париться. Да, ну, крупные самые у Грима. Рукав и торс. Торс, в общем-то, очень популярен, мне кажется. Я в огромном количестве пабликов его видела. Последний баланс, который я получил, тоже гримовский. Грим сейчас работает в Праге, поэтому кто хочет, может поехать туда и не париться. Я так понимаю, ты еще и в Питере делался? Я у него делал в Питере все. Сколько по времени у тебя занял рукав, например? Саша делает хорошо, долго. Мы начинали часа в два и заканчивали часов в десять. Это был первый заход с контурами. А заливка была, ну, тоже примерно так же. Но это было два дня подряд. То есть он меня залил где-то вот досюда за первый день. А потом там часа осталось, часа три. Получилось типа два по восемь и один там еще часа на три. Чуть-чуть поменьше. Он как бы не считает, он довольно такой. Я бы на его месте тоже не считала, на самом деле. Расскажи мне про вот эту татуировочку. Это вообще прям супер гравюрная уже история, когда мне кажется, он прям совсем свою такую историю обрел. Я еще спрашивал Сашу, типа говорю, я говорю, что будет очень жирно и все это поплывет. Но он сказал, что так надо. Стайлак. Да, да. На самом деле оно так и есть. Он заливал. Здесь были точки везде, были такие всякие плавненькие тени. Но со временем это растеклось и стало еще пиже. Но оно смотрится так богато за счет этого. Расскажи мне, что с торсом, сколько времени? Очень долго, я очень плохо терплю. Ты нытик? Ну мне больно, типа я такой прям. Вокруг пупочка особенно? Кусаю кулаки себе там, все такое. Сашку не кусаешь? Нет, я помню он в последний раз мне сказал, что там вот где-то в конце он мне делал, такой, я заебался, ты заебал, лежи ровно. И я такой, ладно. А мне такой, типа прокусственный кулак уже. Нормально. Контуры были так же, то есть часов в шесть, наверное. А заливал я по чуть-чуть, типа там вот так, вот так, вот так. Вот это было два дня подряд, потом и ста шесть. Что вышло по цене? Ничего не скажу, я вам по цене вышлю. Ты боишься, что это слишком много или слишком мало? Не, ну это типа такой вопрос. Ну типа, ну я понимаю, просто как бы мы пытаемся донести до народа, что за татуировки надо платить. И на примере качественных, хороших татуировок. Кому надо, кому не надо платить. Кому-то не надо думаешь? Ну не ка. То есть ты думаешь, Санек может сделать кому-то бесплатную татуировку? Нет. Ну потому что как бы он уровень. Ну согласна. Ну типа по карме каждый заслуживает свою татуировку. Не знаю, ну нет, ну как бы если ты хочешь что-то такое, ты как бы, ну, направь сюда, постарайся. Ну вот про это расскажи, если не хочешь. Такого, ты можешь не делать это. Можешь пойти к чуваку там в соседний подъезд сделать татуировку. Вот я собственно от этого. Знаете, мне очень понравились его работы. Я такой, вау, типа я хочу на полку у него. Я что-то не хочу сделать. Написал и поехал и сделал. Ну все, ну просто последний вопрос. Не надо цену называть. Он, насколько я, и он мне объявлял цену, это была почасовая работа. Ну да, да. В основном все такие мастера работают по часам. Почасовой. Это как раз для того, чтобы люди не ныли, блин. Когда они ноют, они сами платят за это. Да, да. Я как бы ныл, я как бы, да, я платил за это. Как вы разрабатывали эскиз? Ты ему говорил, что ты хочешь? Или он просто говорил? Это была вот первая татуировка у него. Я просто написал, что хочу рукав, хочу хризантему и змею. Он мне такой, ну скажи мне хотя бы какой-нибудь, типа, змею. Я такой, ну какая-то там, любая. Мне было все равно. Ну это про доверие. Ну да. А торс, это я видел у него картинку. У него была картинка, и я такой, ты не хочешь это сделать? Он такой, ну не знаю. Я говорю, давай на торс. Ну давай, все. Я отловила сразу трех потрясающих ним. Это Ваня Хак и его две модели. Я так подозреваю, девчонки, вы пришли на номинацию? Да. Поддержать своего мастера? Конечно. По очереди, как вы его выбрали? За красивые глаза? На самом деле, я очень долго искала тату мастера, и мне кажется, вот, из тех, кто работает в этом стиле, Ваня просто один из лучших. The best from the west. Да. Согласна. Как ты? Спасибо. Мой молодой человек, не сделал ни одну работу у Вани, и мне они безумно нравились. То есть, вы в комплекте? Да. Круто, а? Вообще, вот это уровень. Расскажите, как вы разрабатывали эскиз, сколько по времени? Ну, на самом деле, Ваня редко посвящает свои мысли. Это про доверие? Это и к лучшему, потому что, когда ты видишь уже готовую на себе концепцию, да, это, конечно, впечатляет. Безумно. Ваня, как ты разрабатываешь эскиз? У нас на доверие. У тебя также? Входим мы в приятные взаимоотношения, и дальше все происходит само. Все, это... В том случае, психологический момент, он присутствует. То есть, конечно, мастер пытается подобрать под тебя. Об этом поподробнее, ну-ка. Да, но это очень важно. Поэтому, когда мы общаемся с Ваней, он как бы пытается понять человека и сделать то, что ему нравится. И он полностью угадал, это прекрасная работа, мне очень нравится. Уже ходили по сцене? Нет еще. Кого предстоит? Ваня, как ты определяешь цену? По сеансной или по часовую оплату? По сеансной. Ты можешь сказать цену, или ты стесняешься? Цена, ну, на данный момент 35 тысяч, да. Сколько у нас примерно на рукаве было сеансов? Сейчас я по 5 сеансов делаю. Вообще супер быстро, четко. Красиво. Ну, собственно, мы просто доносим до нашего зрителя, что хорошие татуировки стоят денег. А вот то, что вот все вот это вот бесплатное, оно такое. Ну, момент просто... То есть, у меня было раньше, я за 4 сеанса делал рукава. А сейчас первый сеанс, он более рисовальный, более концептуальный. Ну, и за счет этого просто более индивидуальные дизайны получаются. Потому что я долго ищу форму, мы общаемся, там, я вступительную лекцию читаю по орнаменту. Каждому своему, ну, человеку, чтобы люди понимали. Хорошо, мы об этом поговорим еще с Иваном на нашем отдельном интервью. Ты уже дал согласие, и мы это записали на камеру. Как долго вы делали свои татуировки? Он со мной не разговаривает. Мы уже выяснили, что человека зовут Никита. Никита, расскажи мне про свои... И у тебя есть платные татухи. Ну-ка, расскажи про них. И про своего мастера, естественно. Его зовут Сергей Воскевич. Не знаю, может, слышали. Он раньше работал, он сейчас в Витебск, работал в Гудсигне какое-то время. Очень просто по работам, я у меня семинар... Да, ну, да, можно просто посмотреть, да, такие штуки. Очень узнаваемый цвет палитры. Ну, что, тратик. Сколько вы делали по времени каждую? По-разному. Ну, пределок, короче, от двух до четырех часов каждая. Ну, и там дальше тоже. Что по баблу? На русский и пятак. Ну, да, и так... Короче, до курса где-то было рубля 2-3 на русский, получается. Потому что это было в Беларуси. А так, в целом, получается... Ну, вот последние были, да, там... Ну, в районе 100 долларов, короче, примерно. Сколько... Как давно это было сделано? Последняя была где-то года два назад. Два-три года назад последняя была где-то так. Так, у тебя я тоже слышала есть платные. Да, вот как раз тоже, кстати, от него есть. Прелестненько. Так, сколько вы делали по времени? Часа два-три за 5 тысяч. Ну, это так, по дружбе. Это у часа 3-4 делал мастер в Питере тоже за 5 тысяч. А это в Москве за полтора часа за 8 тысяч. Я смотрю, еще ладошечку у тебя есть. Это мы сами. Сами. Ладно, спасибо большое. Вишня, расскажи нам про свой правый рукав. Кстати, вот про эти штучки я тоже спрошу отдельно. Это мой отдельно любимый стиль татуировки. Кто твой мастер? Мой мастер Олег Вишня. Он сделал все мои татуировки. Правый рукав. Это тлеющие угли. Делался он... Мы жгли костры на Алтае. Делали фотографии. У вас все очень концептуально. Ну, мне нравится проводить так время на природе у костра. И просто из всего этого вылился рукав. Это очень круто. Сколько вы делали по времени его? Около года. Это где-то 10 сеансов по времени. Не по-разному. Иногда я терпела где-то по 4 часа. А иногда было очень больно и не больше часа. Уже хотелось сбежать. Расскажи мне, вы дружите с мастером? Конечно, это мой муж. А, ну то есть понятно. Спрашивать, по чем рукав, это вообще не вариант. Есть такое подозрение, что договорились. Тогда расскажи про свои вот эти классные татуировки. Как они образовались? Кто мастер? Мастер тоже Олег Вишня, но эскизы я сама рисовала. Как ты вдохновлялась? Это, мне кажется, прям какие-то а-ля алтайские узоры. Нет, это не алтайские узоры. На самом деле есть такое направление, наверное, в татуировке. Именно жирные такие орнаменты. И не знаю, где-то собирательный образ потом из-под корки вылилась. И я сама ее собираю. Что-то медитативное село, нарисовало, зататуировало. Ну, может быть, как-то так. К сожалению, многие участники тату-конвенции не хотели делиться с нами точной информацией, сколько стоили их татуировки. Все потому, что многие мастера просто могут менять цены. И если цена у мастера три года назад была такая, то сейчас она может разниться. Поэтому у каждого человека мы спрашивали количество часов, за которое была сделана его татуировка. И если вам интересно, вы можете написать конкретному мастеру и спросить его прайс. Ну и, соответственно, примерно прикинуть, сколько будет стоить ваша. А еще лучше, если вы озвучите мастеру конкретные свои пожелания, место, размер. И тогда он вас сам сориентирует. А вообще, не забывайте ставить лайки, оставляйте комментарии хорошие. Плохие я удалю, ну или заблокирую, если будете что-то про мои губы писать. С вами была Елена Баски. Не забывайте жмакать колокольцы, ребята. Активно!